Эфир РБК продолжает НДС. Коротко о главных событиях и тенденциях в омском бизнесе расскажу вам я, Юлия Верчук. Смотрите сегодня в выпуске. Уфас встал на защиту омских риэлторов. Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области посчитало рекламу центров при продаже опекун, нарушающей закон о рекламе. Яхт-клуб отстоят в суде. Треста номер 6 отказана в согласовании места размещения яхт-клуба в Советском округе. Теперь компания намерена спаривать это решение в суде. Самострой в центре города снесут. Определился победитель аукциона на снос скандального самостроя на улице Бударина. 2 миллиарда рублей кредитных средств выделит корпорация Внешэкономбанк на реализацию программы по переработке отходов в Омской области. Уфас встал на защиту омских риэлторов. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Омской области посчитало рекламу центра купли-продажи квартиры опекун, нарушающей закон о рекламе. Напомним, ранее представители профессиональных риэлторов Омской области, Омского союза риэлторов и торгово-промышленной палаты обратились с заявлением в прокуратуру. По мнению риэлторов, реклама центра опекун в карикатурной форме дискредитировала деятельность сообщества. Как сообщает пресс-служба Уфас, в рекламных материалах индивидуальный предприниматель Бек Магомбетов называл своих коллег холеными размалеванными хапугами, обвинял их в обдирании честных наивных граждан. По мнению риэлторов, эта реклама является недостоверной, вводит в заблуждение потребителей и наносит ущерб деловой репутации. В отношении индивидуального предпринимателя, владельца компании опекун, возбуждено дело. Рассмотрение назначено на 6 июля. Реклама компании опекун нанесла нашей организации и вообще всему риэлторскому сообществу города Омска оскорбление в очень грубой форме. Это наш взгляд сегодня. И сегодня достоверность и достоверность такой рекламы, пусть это проявляет антибонапольная служба, это не наше флорбитиво. Мы можем только одно сказать, что обсуждали этот вопрос на общем состоянии. Соответственно, выслушали извинения со стороны руководителя организации, который снял после нашей встречи свои рекламы со всех видов распространителей. И фактически фирма опекун с его слов прекратила свое существование. Яхт-клуб отстоят в суде. Тресту номер 6 отказано в согласовании места размечения яхт-клуба в Советском округе. Такое решение приняло Главное управление по земельным ресурсам. Напомним, ранее проект был вынесен на Архитектурно-градостроительный совет. Согласно эскизам, трехэтажный комплекс состоит из двух объектов. Одно из зданий предназначено под яхт-клуб, а второе – под медицинский центр. В октябре прошлого года Омский городской совет принял поправки в правила землепользования и застройки. Тем самым разрешил возводить в этой зоне общественно-деловые объекты. Однако ГУЗР с решением не согласна. Теперь строительная компания Трест номер 6 намерена оспаривать этот вопрос в арбитражном суде, куда обратилась с иском к областному ведомству. Самострой на Бударина снесут за 1 миллион 350 тысяч рублей. Победителям аукциона на снос скандально известного самостроя на улице Бударина столомская компания БС-строй. Всего в торгах участвовало шесть компаний. По условиям аукциона, БС-строй должен не только снести здание, но и расчистить территорию в историческом центре Омска. Причем демонтировать объект нужно так, чтобы материал от разработки, плиты, колонны, кирпич можно было в дальнейшем использовать. Напомним, смести самострой на Бударина подрядчик обязан до 20 ноября текущего года. Миллиарды на мусор. 2 миллиарда рублей кредитных средств выделит корпорация Внешэкономбанк компании Норма Плюс, владельцем которой является Виталий Путинцев на программу по переработке отходов в Омске. Областное правительство совместно с Государственной корпорацией Внешэкономбанк клининговой компанией Норма Плюс подписали меморандум о сотрудничестве в области реализации программы по переработке отходов, в которой будут применяться энергоэффективные технологии и в дальнейшем получатся энергоресурсы из альтернативных источников. Это все, что мы успели вам сегодня рассказать. Эфир РБК продолжит обзор прессы. А я напомню, что следить за событиями и тенденциями в омском бизнесе вы можете не только в нашем эфире, но и на нашем новом сайте itv55.ru, а также по прежнему адресу riendes.ru. Кроме того, не забывайте посещать нашу страницу ВКонтакте. Всего вам доброго и до новых встреч! Здравствуйте! В эфире обзор прессы на канале РБК в студии Анна Лукьянова. А мечей теперь будут вызывать в суд через СМС, сообщает газета «Аргументы и факты». Теперь участникам судебных процессов не придется ходить на почту за повесткой в суд. Идея приглашать граждан на судебное заседание с помощью СМС была предложена Верховным судом Российской Федерации. Планируется, что уже летом Омский областной суд и Кировский район и суд Омска перейдут на новую форму работы. Позднее так станут работать и другие суды общей юрисдикции города и области. Как сообщает пресс-служба областного суда, СМС на мобильные телефоны о мечей будут рассылаться с помощью специального ресурса сети интернет. Истец сможет оставить номер своего мобильного сразу при подаче заявления в суд. Другие участники процесса смогут сделать это при первой явке на судебные заседания. Система предполагает получение судом отчета о доставке сообщения. Если отчет не поступил сразу после двух попыток отправки СМС, на суд будут вызывать через повестку, отправленную по почте. Таким же традиционным способом в суд будут вызываться и граждане, которые не дадут согласия на получение сообщений. В Омске стартовала уличная агитация за кандидатов на пост мэра, пишет журнал «Бизнес-курс». За месяц до выборов мэра Омска выдвиженцы начали свои предвыборные кампании на улицах города. Выдвиженец от «Единой России» Вячеслав Двораковский не будет использовать бренд партии своей избирательной кампании. Плакатное «Солнышко» на оранжевом фоне теперь заменяет букву «О» фамилию Двораковский. По мнению экспертов, солнце является символом лета, а оранжевый фон – цвет перемен. Кандидат от КПРФ Виктор Жарков только готовится к предстате мяча на уличных билбордах. По словам самого Жаркова, его агитация выполнена в лучших традициях коммунистической партии и украшена слоганом «Жарков за Омск, Омск за Жаркова». Выдвиженец от ЛДПР Ян Зелинский – единственный кандидат, кто в уличной агитации указал тезисы своей программы «Детские сады, образование и медицина». Плакатами кандидата обклеены омские остановки и заборы, что, кстати, противоречит закону об агитации. Ирина Аверина из «Справедливой России» отказалась от комментариев по поводу своей предвыборной рекламы. В штабе выдвиженца «Тьявлока» сообщили, что ставка в агитации будет сделана на имидж Александра Короткова. Апелляционный суд признал Андрея Парадиева виновным, сообщает на своих страницах газета «Коммерческие вести». Первомайский районный суд Омска подтвердил обвинительный приговор в отношении гендиректора строительной компании «Новостроя» Андрея Парадиева. Напомню, что мировой судья в феврале этого года признала Парадиева виновным в совершении преступления по статье «Звоз на неисполнение решения суда». Арбитражный суд предписал гендиректору снести свою самовольную постройку по улице Будари на 36, но он предписание не выполнил. За это Первомайский суд лишь частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника Парадиева, исключив из приговора фразу об умышленном неисполнении судебного решения. В остальном суд оставил обвинительный приговор без изменения. Постановление апелляционного суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано. На этом у меня все. Читайте свежую прессу, смотрите РБК. Всего вам доброго. Только ваш интеллект поможет сделать правильный ход. Серьезное решение. Серьезные деньги. Начните на forexclub.ru Добро пожаловать в интернет-каналы. Здесь все, что мы получаем или отправляем. И с каждым днем все больше и больше. А в старых каналах все теснее и теснее. Не надо терпеть. Ломайте привычное. И добро пожаловать в революционный интернет-канал Дом.ру С невероятной пропускной способностью. Сверхбыстрый. Сверхновый. Подключайте в комплекте с кабельным ТВ за 444 рубля в месяц. Что покупают в фестивале? Полтора метра счастья! 100 восхищенных взглядов! Миллионов впечатлений! Фестиваль. Покупки легко и радостно! Выбирая Альпари, вы уже зарабатываете. Бесплатное обучение. Лучшие торговые условия. Уникальный инвестиционный сервис «Спам-счет». Как правильно работать на финансовых рынках, узнаете в компании Альпари. Запись на обучение по телефону в Омске. 72-99-40. Интернет-поддержка проекта «Новости деловой среды» компания «Арклайн». Имидж-партнер проекта «Новости деловой среды» салон модной одежды «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова